Ну вот мы решили немножко прогуляться. Сейчас Тамарочка свою постельку заправит и покажет мне шеды. Мне одной по ним не очень удобно. Ну давай, будешь мне... Плиз. Плиз. Ну-ка давай-ка сосчитаем, сколько кроватей, да? Сто. Раз, два, три. Ну вот в ряду в одном. Сто кроватей. Один, два, три, четыре, пять. Вот уже Раечка там в конце. Все занято. И вот умножено четыре ряда и два этажа. Да, двадцать пять. Примерно сто кроватей. Двадцать пять, да, в одном? Двадцать пять кроватей? Да, так получается. Так, значит, получается 50 спальных мест-то. Они же двухэтажные или сколько вот здесь вот? Надо было выкидывать. Сколько времени? Так, без пяти два. Все нормально. Да, все. Вентиляторы. Много вентиляторов. Очень хорошо. Двадцать. Двадцать. Здесь двадцать. Ага. Двадцать. 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 Все, пошли на выход. Какая красота. Сегодня ночью так, ну, слушай, пел. Я думала, у них там вертеп. Вертеп? Ага. Так они что пели-то? Баджаны? Баджаны. И они скакали. Они скакали, они решали. Меня не слышно будет. Говори. А это какой национальности? Индусы. Индусы? Индусы. А, ну да. Они же приехали, они прям вот такие, приехали преданные только вот ради одного утрешнего выступления. И все, я сейчас к вам шла, они толпами уезжали домой со своими сумками, чемоданчиками. Вот очень много тут шедов. Они не спускаться. Араечка вышла уже? Вот та вся сторона мужская или... А, это вот в вашем шельде. Это половинка мужская. Да, половинка мужская. Арая вышла? Сейчас она нас готовит. Ваша любимая севодалка. Севодалка. Вот севодалка. Вот севодалка. Скажешь, севодалка. Это севодалка, это сево, это служение. Люди, которые бесплатно служат, работают. Вот женщины, они в желтых галстучках, мужчины в оранжевых галстучках. Мы все полодиннадцатого были дома. Ну, конечно. Чтобы не загуляли, поэтому пусть все будут спокойны, родственники, не загуляли, не добыть. Давай, говори, да. Все мои родственники за границей и в Россию. Не беспокойтесь. Я нахожусь здесь, под охраной в этом ашраме. У нас женщины охраняют даже ночью. Поэтому мы все не загуляем. Я же таки вышла замуж. Случается же. Моя миленькая, потому что ты оторвалась от ашрама в мишике. Ну, вот тоже в ашраме нашла мужа. Но в другом. Пармат Никитан. Значит, такая судьба, да. О, моросить начала. Как хорошо, что не моросила. Как у вас там красиво. А это что, статуи? Пойдем, пойдем. Пошли, посмотрим. Это все для выступления, я поняла. Статуи. Каждый раз что-то новенькое. А в этот раз так все новенькое. Мне Райочка сказала, за вашими шедами еще какие-то шеды построили. Вот они все эти здания, вот такие вот на много-много двухэтажных кроватей. Почему я не в кости дела? Мы можем туда пройти. Она сказала, что вот с той стороны, вот с той стороны, между вот вашим шедом и тем, построили какие-то новые... Я не в кости дела. Тоже шеды. Говорит, мы вчера ходили смотреть. Да? Не с тобой, да? Вот и холли. Холлы они называются. Но мы по привычке их шедами называем. Это декорация все. Может быть, да. По шраме, наверное, были. Я на вечерние не на каждые ходила. Ой, как на Саши-то моего похож. Вон тот вот с белыми волосами. Не говори, батюшки. Хорошо поднялся ветерок. Тевяток. Угу. Ну, ладно. Стоп-то не снадок себе. Ну, ладно. Показала часть. Эту часть Ашрама. Общежитие. Все, мы посмотрели. Теперь она говорит, что почему она не знает про те шеды, которые за вашими шедами прячутся. Пойдем, он там зайдет. И даже и я не знаю. Никто не знает. Это этого года постройки, да? Я знаю. Временные. А, временные. А как же люди спят? Без кроватей? Ой, временные. Да. Прямо на полу, я знаю, временные, как скроют. Ну, ладно, я пока выключу.